...национальной объединённой партии, одним из основателей которой был Степан Затикян. Я приглашаю в студию соратника Затикяна по партии Паруэра Айрикяна. Паруэр Аршавирович, насколько я знаю, вас тоже вызывали в КГБ по этому делу, да? Меня не вызывали, я был в колонии. Просто перевели из колонии в Москву. Это было в 1978 году. Я хочу делать некоторые уточнения. Затикян был арестован первый раз в 1968 году, получил 4 года за антисоветскую деятельность. Официально так инкриминировалось. Но в самом деле за деятельность в пользу реализации статьи Конституции о праве каждой республики стать самостоятельной при желании. Партия, национальная объединённая партия была основана в 1966 году художником Айказом Хачатарианом. Затикян был его соратником. А что это было за партия НОП, да? Национальная объединённая партия? Это была подпольная организация, организация сторонников независимости Армении. Поскольку при коммунистов инакомислия запрещалась, даже если ты сторонник определённой статьи Конституции, приходилось заниматься подпольным. То есть реализация этих идей ты мог добиться только действуя подпольно. Иначе сразу тебя арестовали бы. А вот НОП была террористической организацией подобно ИРА, Ирландской республиканской армии? Знаете, НОП никогда не был террористическим. Но, видимо, руководство с международным принципом до 1973 года основатели НОП, когда писали программу и устав, в 1967 году в программе было сказано, образно говоря, что независимости имеем право добиваться любой ценой. Но никогда не подразумевалось терроризм. Я был одним из первых членов, я стал членом партии в 1967 году, и никогда не было высказывания о терроре. Мы говорили только о том, что мы должны увеличить количество наших сторонников и стать реальной силой, и заставить считаться со статьёй Конституции о праве нации на самоопределение. В 1968 году Затекьян, основатель партии Хайкас Хачатриан, Затекьян Степан и Шахен Харусинян были арестованы, и я поневоле, будучи руководителем молодежной части партии, там было около 100 человек, я поневоле, то есть, по истечению событий, я стал руководителем партии. Я был арестован в 1969 году, тоже получил 4 года, мы первый срок получили по 4 года. А были тайные собрания, да вообще сколько человек входило в организацию? В организацию входило то, что никто не может сказать, даже теперь, потому что это была подпольная организация, и старались, я руководил, например, около 100 человек были под моим руководством. Молодежь. Я знал количество только той части, которой студенты. Так в таком случае, значит, другие члены НОП, в том числе и вы не могли вот знать о планах Затекьяна и других его подельников, да? Нет, планы Затекьяна, в частности, программа и устав, это было всеобщей для всех. Мы не знали персональных людей, но знали, что есть другие ответвления. Ага, вот так. До 1973 года у нас была такая, понимаете, еще не организованная, то есть в идеологическом смысле организация. Но начиная с 1973 года, после возвращения с колонии, который, колония для нас была институтом переподготовки. Мы там имели возможность общаться с представителями других национальностей, общаться с опытом других народов. И вернувшись назад, мы переделали программу и устав, конкретно указывали добиться независимости Армении. И все-таки какими средствами? Только путем референдума. Начиная с 1973 года, когда уже я был фактическим руководителем и главой Совета Национальной Объединенной Партии, мы уже четко определили достичь независимости путем референдума, добиться демократических реформ тоже путем референдума. То есть, опираясь на международный опыт, мы решили, что всякое политическое достижение должно быть достигнуто, политическая цель должна быть достигнута путем соблюдения прав человека. То есть права человека и национальные интересы, права человека и общественные интересы не могут противостоять. Если соблюдаются права человека, то общеполитические цели становятся достижимыми. Да, было большевистское воспитание. Цель оправдывает средства. И террор был монополией большевиков. Коммунисты могли заниматься массовым террором, уничтожать 60 миллионов человек. Это было закономерно. И это воспитание, естественно, могло бы перейти на нас. Но мы в основном боролись на то, чтобы не оказаться под воздействием большевистского коммунистического воспитания. И руководствовались уже как христианский народ, в частности в Армении, руководствовались принципом, что злое древо не может дать добрый плод. Хотя даже уставы он предусматривает ради национального освобождения. Дозволены все средства борьбы. Но у нас было четко сказано. Добиваемся демократизации Армении или всего Советского Союза только путем реализации прав человека. В данном случае референдумом. Из-за этого, как было указано недавно, действительно были массовые репрессии. Только 11 судебных процессов было в 1974 году. И мы получили уже второй срок. Я 7 лет 3 года ссылки. Кстати, должен сказать, что когда у меня срок кончился, там еще добавили якобы за взятку. Но дело не в этом. Касаясь Затекьяна. Да, Затекьян был нашим вдохновителем. Он был моим непосредственным руководителем в 1967 году, когда я принял клятву НОП. Он был моим руководителем. Он вдохновлял многих. У него было особое свойство внушать. И он был просто нашим идеалом борца. А клятву помните наизусть? Да, конечно. Можете ее произнести? На армянском? Пожалуйста. На русском, конечно. Вначале я должен говорить по-армянски, потом перевести. Ну, смысл, да, очень важно. Смысл такой, что на земле кусок небес, земной рай, наша Родина. Многие твои сыновья стремились к... Там поэтически сказано, но я переведу на политический лексикон. Многие твои сыновья стремились к тому, чтобы мы жили в человеческих условиях, имели свободу, чтобы наша страна была равной среди равных государств мира. Но они стали жертвами. Не указывалось коммунистов, просто стали жертвами. Теперь настала наша черед. И если мы хотим жить, соблюдая наше человеческое достоинство, мы должны быть готовы на всякое жертвоприношение. И смысл такой, что Мать Родина, прими нашу клятву как залог того, что мы становимся твоими преданными борцами. Клятву мы в последующем отменили, потому что, тоже как христианский народ, сказано, не клянся никогда, потому что, вы знаете, из Библии. И поэтому мы решили, что твое «да» должно быть, «да», «нет», «нет». Когда ты что-то утверждаешь через клятву, значит, все то, что ты говоришь без клятвы, это может быть ложью. Исходя из этого, мы его уже рассматривали в последующем как просто как литературный памятник нашей борьбы. Спасибо. Да, пожалуйста. Что еще? Касаясь тому, Затекиан, мы, видимо, об этом будем говорить. Да. В 1973 году у нас были разногласия с Затекианом. Действительно, госпожа Мальва Ланда указала правильно. Затекиан оставался антисоветчиком, подчеркнутым, но он меня призвал после первого срока уехать за границу, поскольку у меня были родственники. И с этого момента у нас начались разногласия, потому что мы же решили бороться до конца, до победы, до распада коммунистической империи, до создания независимых республик, нормальных демократических взаимоотношений между народами. А Затекиан, я могу сказать, что он устал, но он говорил, что вот мы сейчас должны распространять Декларацию прав человека, народ должен хорошо знать эту Декларацию. Сейчас трудно представить, но в тот период Декларация, всеобщая Декларация прав человека, это был запрещенный документ. Даже за его распространение преследовали, хотя Советский Союз заратифицировал, подписал этот документ. И когда Затекиан говорил о том, что нет смысла продолжать борьбу и надо въехать, у нас возникли холодные отношения, потому что я придерживался к иной точки зрения. Еще такое тактическое разногласие было между нами. Он считал, что надо готовить людей, особенно на базе прав человека. А я считал, что людей надо готовить одновременно работая. На практике люди должны научиться. В конечном итоге мы отсторонились, оставались друзьями, даже родственниками. Он муж моей сестры. Это тоже служило поводом разногласия, потому что Затекиан в свое время внушал нас, что мы не должны иметь личную жизнь, поскольку мы посвятили себя борьбе, освобождении нашего народа, демократии. И тут вдруг он решил жениться. Это тоже способствовало определенному похолоданию наших отношений. Но я был молодым, я не понимал, что он уже понимает кое-что больше, чем я. Все-таки он уже не был в составе Национальной Объединенной Партии. И когда мы пошли на второй срок, о чем было сказано, что массовые репрессии, действительно, это были массовыми репрессиями в Армении, тогда он уже был на стороне. Я в дальнейшем скажу детали. Спасибо, спасибо. Дмитрий Владимирович.